Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, как добавить анимацию камеры при скроллировании страницы. Итак, прежде всего нам нужно сделать анимацию для нашей камеры. Давайте немного увеличим все это, чтобы увидеть всю сцену. Вначале изменим тип нашей камеры на Free Camera. Далее нам понадобится создать такой круг, по которому будет анимирована наша камера. Конвертируем его в Spline, чтобы немного подредактировать. И подредактируем таким образом, чтобы иногда камера где-то поднималась, а иногда опускалась. Ну, например, вот здесь она будет подниматься, а вот здесь она будет опускаться. Ну, как-то так. Далее выберем камеру, перейдем в анимацию, Constraints, выберем Path Constraint и выберем нашу кривую, только что созданную. И вот камера уже анимируется по этой кривой. Стартовая точка не совсем там, где хотелось бы, поэтому возьмем просто повернем нашу кривую таким образом, чтобы камера смотрела как бы из того места, где она была раньше, хотя бы примерно. Итак, но при анимации камера летит боком. Нам нужно, чтобы она все время смотрела по центру. Давайте это исправим. Для этого создадим дамми в центре нашей сцены. Расположим его строго посередине. Перейдем в Animation, Constraints и выберем Look at Constraint. И в качестве объекта выберем точка со созданной дамми. И теперь камера повернулась относительно этого дамми, но не совсем так, как хотелось бы. Давайте немного подкорректируем параметры. Для этого перейдем в Motion, Parameters и выберем ось, по которой камера будет смотреть на наш дамми объект. В данном случае это будет ось Z, но перевернутая. Вторая ось, по которой камера будет все время смотреть вверх, это будет ось Z. Теперь камера все время смотрит вверх и при этом смотрит также на наш дамми объект. Но я думаю 50 ключей это немного маловато. Давайте чуть-чуть поднастроим. Перейдем в Настройки. Выберем максимальную длину таймлайна в 100 ключей. Выберем нашу камеру. И перетащим последний ключ, на котором заканчивается анимация, в сотый кадр. Теперь анимация достаточно длинная и плавная. По нашей кривой. Теперь нам необходимо перевести нашу анимацию в ключи на камере. Для этого переходим в Motion Path. Раскрываем Convertation Tool. И здесь выберем End Time 100. То есть последний будет сотый кадр. И Samples 100. Так, чтобы он нам пробил каждый кадр. Нам нужно, чтобы была проанимирована позиция нашей камеры и Rotation. То есть Scale. Нет необходимости включать. И нажмем кнопочку Collapse. Вот теперь уже камера анимируется без применения Constraint. И мы можем кривую и дамми удалить с нашей сцены. И проверить, как она работает. Вот так. Давайте выполним Sneak Peek. И посмотрим на анимацию камеры вокруг ножек. Ну что ж, она отлично работает. Вернемся в 3ds Max. Но нам не нужно автоматически запускать анимацию нашей камеры. Мы его будем запускать при помощи Puzzles. Поэтому внизу в настройках. Вернем 3D Animation Params. Уберем галочку Auto Start. И Loop Mode выставим Once. То есть запускать один раз. Сохраняем. И выполняем экспорт в движок. Теперь давайте изменим немного логику при помощи редактора логики Puzzles. Накроем окно. Немного подредактируем цифру вот здесь. Выставим здесь 1000. Добавим сюда еще один оператор. Который будет ограничивать, в каком периоде будет проигрываться анимация ножика до 2000 единиц. И от 1000 до 2000. Вот так. Здесь тоже необходимо изменить от 1000 до 2000. И вот здесь до 2000. Итак. Добавим еще один оператор. Если. Уже отдельно. Так как анимация камеры у нас будет проигрываться параллельно. И здесь мы выставим от 1500 единиц до 3000. То есть анимация камеры будет запускаться параллельно вместе с анимацией ножика. Как бы где-то в середине. Вот. И продолжаться после того как анимация ножика закончена. То есть она будет так наслаиваться. Возьмем так же скопируем вот этот вот блочок. И вместо вот этого блока выберем анимацию камеры. Итак. Выберем здесь камера. Да. Здесь так же оставим скролл анимейшн. И от 1500 до 3000 единиц скролла. И от 0 до сотого ключа пробитого. Итак. Сохраняем все это. Запускаем. Наше приложение. Итак. Вот. При скроллировании от 0 до 100 единиц. Запускается анимация. Раскрытие ножика. Потом скрытие. И потом параллельно запускается анимация камеры. И где-то здесь вот она под конец заканчивается. И в обратном порядке. Все отлично работает. На этом все. Спасибо за внимание.